Продолжим нашу беседу про битву у Балан-Гривариев. Предпосылки битвы мы разобрали в прошлом видео. Очень рекомендую с ними ознакомиться. Варгейм Рус Итак, римская армия, совершая поход в землях и руссков и их союзников, нанесла поражение объединенному германскому войску в битве при Игистовизе. После этого германцы начали организованный отход вглубь своих земель и дали новое генеральное сражение, о котором мы и поговорим в этом фильме. Германцы заняли позиции таким вот образом. За валом находилось племенное ополчение, а также дружины союзных Армению вождей. Конные отряды и воины из племени хирусков стояли вот здесь, в засаде. Там же был и германский вождь Армении, и его дядя Ингвиумир. Римляне начали наступление. Те, что шли по полю, не встречали сопротивления противника. А вот кому довелось идти по лесу, очень скоро наткнулись на укрепленный вал. Римляне, как и в Табурской битве, решили взять его сходу, без подготовки. Вал был не очень высоким, и казалось, что это будет сделать легко. Германцы яростно стали сражаться с врагом. Они понимали, что без удержания укрепления, шансов на победу, а значит на жизнь, у них очень мало. Германцы знали свое дело. Они грамотно подходили к укреплениям, построившись в Черепаху, прячась при этом от метательных снарядов врага за щитами. Рядом с укреплениями они размокали фланги и начинали закидывать противника дротиками. По щитам тех воинов, которые стояли в Черепахе впереди, сбегали бойцы из задних шеренг и пытались преодолеть укрепления врага. Завязалась жестокая рубка. Никто не хотел уступать. Находясь за укреплениями, германцы получили ряд неоспоримых преимуществ перед легионерами. Прорвать вал сходу римляне не смогли и увязли в бою неся большие потери. Германник был вместе с ними и все это видел. Те легионы и конница, что шли по ляму флангу, заняли топку долину и начали свой приступ укреплений ангревариев. Ими командовал легат Сей Туберон. Они видели, что слева у них находится зловещий лес, где наверняка спрятались дикари. По этой причине римляне выставили против леса боевое охранение. Это была конница и, видимо, Ауксилии. Как только римляне на своем левом фланге начали штурм вала, из леса показались херусские. Тацет писал, что римская конница билась с переменным успехом. То есть битва кавалерии была в поле. Мы предполагаем, что пехоту, непосредственно племени херуссков, в бой ввел Ингвиумер. Он начал атаку из засады и стал угрожать римлянам. Штурм вала был приостановлен. И в атаку пошла конница. Она стала теснить пехотинцев-херуссков с фланга. И тут в атаку германскую кавалерию повел лично Армении. Видимо, зная топки и сухие места на поле боя, германцы заманили римлян в неудобное для них место. Германцы могли применять тактику, когда за гриву коней держатся легковооруженные бойцы. Отряд делает забегание и застрелечки отделяются от кавалеристов, формируют отряд и поддерживают свою конницу, метая по врагу дротики. Мы предполагаем, что нечто подобное предпринял Армений, получив некое преимущество для своей кавалерии в полевом бою. Обращу внимание, что Армений, видимо, на одном фланге, сосредоточил всю свою кавалерию. Против него действовала левофланговая римская кавалерия, а это однозначно были ауксилии, то есть помогательные всадники. Примерная численность и тех, и других была плюс-минус равной. Наличие дополнительного корпуса застрельщиков в войске Армении позволило ему создать необходимый численный перевес над кавалеристами и победить их. На римской коннице после поражения было куда отступать, и она смогла восстановить порядок под прикрытием своих пеших копейщиков. По своей атаке Армений заставил Германика приостановить штурм вала. Выиграно было время. Атаки Ингиомера не принесли побед и были в целом отражены. Хируски отошли на исходные позиции у кромки леса. Рассказывая о действиях Ингиомера в бою, Тацит писал следующее. Анналы, книга 2, абзац, 21. Ингиомера, который носился по всему полю боя, скорее покинула военное счастье, чем личная добрость. Несмотря на все усилия, римляне не смогли пробиться через вал. Германик понял, что приказывать солдатам идти в атаку в таких условиях опасно, так как можно потерять много воинов и подорвать свой авторитет, как полководство. Он нашел решение этой проблемы. Тацит про это писал так. Анналы, книга 2, абзац, 20. Полководец понял, что ближний бой не выгоден римлянам и, отведя поодаль легионы, приказывает пращникам и камнеметателям бить по врагу. Извергали копья и метательные машины, и чем больше защитников показывалось на насыпи, тем большее число раненых сваливалось с нее. На подтягивание артиллерии ушло несколько часов. Ее нужно было притащить, установить на боевые позиции. При этом надо было подготовить площадки для орудий, как минимум выровнять местность. На один легион полагалось 55 единиц метательных машин разных типов, если судить по сообщениям римского военного историка Вегеция. В войске было 8 легионов. Это дает нам 440 метательных машин. Это были скорпионы и анагры. Возможно, были и баллисты, но они предназначались для стрельбы по стенам городов, и в походе их, скорее всего, вообще не было. Хотя кто знает этих римлян? Могли притащить с собой эти орудия. Но все же ограничимся скорпионами и анаграми. Начался методичный расстрел укреплений. Кстати, рядом с полем боя была река и горы. Значит, было много камней, обтесанных водой. Их можно было использовать как прачником, так и для анагров. Артиллерийский огонь поддерживали римские прачники. Дистанция стрельбы из прачи больше, чем из простого лука. Германцы не могли ничем ответить на этот обстрел. Они могли только стоять и умирать. Германцы несли большие потери, но удерживали позиции несмотря ни на что. Они понимали, что сражаться с римлянами в чистом поле опаснее, чем биться обороняем укрепления. Скорее всего, они, конечно, отвели часть воинов в славу, но не могли совсем отойти от него, иначе римляне бы быстрые атаки просто бы его захватили. Поэтому артиллерийские снаряды вели стрелы камней, влетали в ряды германцев, сея смерть. Бой шел на много часов. Для понимания происходящего предлагаю рассчитать плотность артиллерии, применяемой против вала ангревариев. Допустим, на один скорпион приходилось 4 метра по фронту. Тогда на 1100 метров придется 270 скорпионов. Во второй линии метательных машин шли анагры. Они били навесом камнями. Допустим, на один анагар приходилось 6 метров. Тогда линия анагаров состояла из 170 орудий. Странно, как германцы вообще выдержали такой обстрел. Пока артиллерия разносила в щепки укрепления германцев, легионеры собирали хворост и вязали фашины, а то есть закидывать ими ров окружающий вал. Четыре легиона и две когорты при Трианской гвардии должны были идти на приступ. В резерве было еще четыре легиона. На флангах располагались помогательные войска и кавалерия. Начался штурм полевых укреплений барбаров. Германий лично возглавил притерианские когорты и повел их в атаку. Германии лично возглавливают. В официальном стиле! Продолжение следует... 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 Не нужны пленные... Только уничтожение племени... Положит конец войне... Продолжение следует... 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 вверх. Атаки самого Арминия не причинили Риллину существенного урона, за исключением возможно потрёпанной кавалерии. Тацат, описывая Арминию в бою, писал следующее. Анналы, книга 2, абзац 21. Да и Арминий действовал с меньшей стремительностью, чем прежде, то ли потому, что был утомлён непрерывными битвами, или, может быть, свежая рана сковывала его движения. Атаки Ингиомера также не дали решительных результатов. То есть попытки обвалить римский фланг со стороны хирургов были, но не такие яростные, как при Деставизе. Видимо, тактическое и численное превосходство врага сыграло роль, и хирурговские не смогли разгромить римлян на своём участке поля боя. Сражение шло уже очень долго. Варвары упорно держали позиции. Германик был вынужден даже снять шлем, чтобы воины узнали его и приказывало им идти в атаку, и не прекращать бой до полной победы. Мы видим, что легионеры в боях за Валан Гревариев не желают выполнять приказ высшего офицера в армии, который выделялся дорогой экипировкой. Поговодец даже снял шлем, чтобы было видно воинам, что это Цезарь, и он им приказывает идти в атаку, а не какой-нибудь там легат. Только после этого они продолжали сражение. Ситуация, мягко говоря, критическая для римлян. Бой был очень напряжённым. Римляне к концу дня вывели один легион из битвы, и его бойцы построили ночной лагерь. Обычно для постройки лагеря использовали 20-30% от общего числа бойцов. В этой битве из 8 легионов они смогли выделить только один. Это значит, что бой даже в конце дня был очень интенсивным, и вывести из боя 2 или 3 легиона для постройки лагеря было невозможно. При этом в середине июля в этих местах ночь наступает в 21 час 50 минут по нашему время исчислению. Постройка лагеря это не менее 4 часов, если присутствует нехватка людей. Возможно, легионерам частично помогали ауксилия. Плюс войско должно ещё зайти до ночи в лагерь. А это дело не 5 минут. То есть как минимум с 18 часов началось строительство лагеря. Но бои в это время были ещё очень напряжёнными. Кто же победил в этой битве? Обычно пишут, что победили римляне, так как Тацет написал следующее аналы, книга 2, абзац 22. Созвав сходку воинов и воздав на ней хвалу победителям, Цезарь повелел сложить в груду захваченное оружие с гордой надписью. Одолев народы между Рейном и Альвесом Эльбой, войско Тиберия Цезаря посвятило этот памятник Марсу, Юпитеру и Августу. Но самое интересное кроется в деталях. Во-первых, Тацет ничего не пишет о разгроме врага в бою. Описание боя заканчивается словами. Аналы, книга 2, абзац 21. То есть легионеры буквально до темноты убивали варваров, а потом ушли в лагерь спать. Нет данных о взятии обоза. Нет данных о добыче. Ничего не говорится о бегстве варваров и утоплении в болоте бегущих. И главное, битва у болот должна была закончиться вот так. Головы Ингвиумера и Армини должны были лежать у ног победителя, германика. Но что мы видим? Два злейших врага, против которых собственно и шла война, живы и правят в своем племени. Тацет писал, что и германцам некуда было отступать, и проиграв они должны были погибнуть. Но они живы. И из дальнейших событий мы знаем, что у Армении сохранилась и власть, и войско. То есть оно не полегло в болотах. Отсюда можно сделать вывод, что битва закончилась в ничью. Это противоречит взглядам основной массы историков. Но все же мы обосновываем свои выводы, а не делаем голосовных утверждений. Если бой закончился в ничью, то это многое объясняет. Германцы сохранили контроль за дорогой, идущей через болоты. Уйдя на ночлег в лагерь римляне, пусть даже частично срыв укрепления германцев, оставили поле боя за врагом. Однозначно ночью власть был занят противником, и начались работы по его восстановлению. Как развивались события дальше, вы узнаете из следующего фильма. Не забывайте подписываться на наш канал WarGamerUse. Благодарим всех тех, кто поддерживает канал рублем. Своё имя можете вписать в этот список, поддерживая нас донатом. Ссылка на донат в конце видео. На сегодня все. Пока-пока. Пока-пока. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok